Всем привет! Мы на канале Время первых поэк. Сегодня мы гости Джибаре, как всяко Наталья Ильева, владелица Джибар Франшизы. Почему Джибар? Почему такое название? Официальная версия Геллсбар. А дальше понимает... Ну, бар это наливает что-то? Алкогольное? Кстати, да, польки часто... А почему вы бар? Почему вы не наливаете? Нет, бар, потому что мы хотели передать атмосферу праздника. Мы выделяемся из общего фона бьюти услуг максимально насыщенного рынка, тем, что мы при пати бьюти салон. То есть мы готовимся к импрескам. Но все равно не салон уроды. Нет, однозначно. А все-таки Джибар. Да, однозначно. Окей. Локализация Джибаров, она очень в центре, очень в таких хороших местах. Насколько это важно? Это залог успеха. Локализация – это залог успеха. Пока бренд новый, пока не все о нем знают, локализация – это очень важно. Главное, чтобы был поток клиентов. У нас на первый ушел год для того, чтобы найти помещение. А сложно найти в Варшаве помещение? Очень. Первый, вот был такой момент, у нас с Настей, с моей управляющей опускались руки. У нас было три помещения, которые мы готовы были подписать. А потом в последний момент нам отказывали. Все три подряд? По очереди. По очереди. По очереди, да. Я четко понимаю, что две девочки, одна из России, одна из Украины, они были нежелательными арендаторами. Не знаю почему. И в итоге, когда нашлось вот это помещение на Пшеркоповой, там иностранный инвестор, владелец этого помещения, вы, наверное, сейчас подумаете, что я сумасшедшая, но у нас залог был год. Вы заплатили за год вперед? Я заплатила. Это было условие аренды. Ну да, три месяца я слышал, еще год не слышал, но я вам верю, потому что я вижу иногда отчаянных людей, которые уже отчаялись найти что-то в этом городе. Очень сложно с помещениями. Да, второе, второе мы подписали гораздо легче, но легче мы подписали, потому что владелец этого помещения приходил, был он на услугах, была жена на услугах, была дочка на услугах. Были все сотрудники на услугах, он реально прощупал, насколько мы работающие, насколько мы реальный, стабильный клиент. То есть следующее помещение вам сдал ваш клиент? Нет, он не наш клиент, но когда мы вышли с запросом, что мы хотим арендовать, он нас проверил до роды. Класс, интересный кейс. Да, да, и подписались. С поиском помещений проблемы есть и обращают внимание на историю твою. То есть все-таки прийти сюда вот просто так, приехать там, не знаю, с Киева и начать это одно, а уже здесь работать это другое при поиске? Да. Ну у нас были сложности, может так вот нам нужно было пройти этот путь для того, чтобы найти именно наше помещение, но у нас с этим были сложности в первом. А второй мы открыли проще, а в третий нас зовут. А в третий нас уже зовут. Класс, это очень приятно. Хорошо, вас зовут и у вас есть салон, у вас есть бренд и у вас есть команда. Ваша команда, ваши сотрудники, что это за люди? Кто они такие? Ой, мне очень повезло, не знаю, как-то так сложилось. Успех, вот Джабара это успех моей команды. Кто эти люди? Где вы их находите? Это наши? Они мне посланы. Сами приходят. Они мне посланы вселенной. У нас очень, у нас нет практически текучки. Если у нас уходят мастера, они уходят по каким-то объективным очень причинам, там либо состояние здоровья, либо они вынуждены вернуться в Украину. Мы работаем над тем, чтобы атмосфера в команде была благоприятная, дружественная. Безусловно, все приходят зарабатывать, но люди хотят работать в комфортной для себя ситуации. В секретах построения бизнеса в том, что, грубо говоря, я купила франшизой, а приписаны какие-то стандарты работы с командой для того, чтобы… Ну, это одна из целей. То есть вам помогла франшиза в работе с командой? Конечно. Да, да. Ну и бренд, я так понимаю. Да. Хорошо. Это наши девочки? Я так на сайт заходил, это наши в основном? Команда, да. Или все наши? Команда русскоязычная, на данный момент все наши, Украина, Белоруссия девочки. Пробовали поле? Пробовали. Есть некоторые нюансы, потому что все-таки русскоговорящая команда, все говорят на польском, практически все хорошо знают английский, то есть проблем с работой с клиентами нет. Но внутри коллектива, конечно, не говорят по-русски, и был некоторый дискомфорт, но девочка-то ушла не из-за языка. Мастера приезжают сюда из наших стран или вы их здесь находите? По-разному. И приезжают. Причем, опять же, сила бренда, в Украине все мастера знают, что такое джебар, это какая-то гарантия работы. И многие, кто только собирается переезжать, они уже пишут сразу нам, а не ищете ли вы мастеров. А мы постоянно ищем мастеров, мы растем, мы развиваемся. В данном этапе у нас дефицит мастеров. Каких мастеров вы ищете? Ну, все залы. Мастера маникюра, мастера хейера, колористы. Вы учите или он уже должен быть профессионалом? Мы доучиваем под наши стандарты. С нуля не учим. С нуля не учить. Просто, не знаю, людей учить, ну как бы мастеров не учить? Нет такого у вас там курсы, школа? Это в планах. У Киева есть это в планах, своя школа. Ну, в Польше учить мастеров. Пока такого. И не планируем. Бренд G-Bar. Вот эта вся магия. Как она берется? Откуда она возникает? Она прописана. Они разложили на части? Да, это инструкция по созданию мэджика. Она работает, вот созданная, не знаю, в Киеве инструкция. Волшебство работает ли в другой части мира? Я для себя на этот вопрос отвечаю следующим образом. Франшиза это как рецепт пирожка. Но пирожки у всех разные. И называются по-разному. Да. Наличие рецепта не гарантирует результат. Это все-таки твой кусок работы. Как ты его испечешь. И какие продукты ты подберешь для того, чтобы его испечь. Поэтому франшиза это, конечно, львиная доля успеха. Но вот без работы на местном рынке, тем более в другой стране, но без усилий это не работает. То есть покупка франшизы это не гарантирует там стабильного дохода или успешного бизнеса. А покупка франшизы это покупка инструкций, согласно которой ты должен работать на местном рынке. Сложно взять франшизу? Ну это определенный кастинг. Бытует мнение, что салонный бизнес это так легко и просто. И здесь ничего делать не нужно. И вот мэджик просто рождает результат. Нет, на самом деле бьюти бизнес это такой же бизнес, как и все остальное. И девочки относятся избирательно, потому что неудавшийся опыт франшизы бьет также и по ним. Поэтому они все-таки ищут людей, у которых есть опыт предпринимательства. Но не обязательно в этой сфере? Не обязательно. Ну смысл, если бы у меня был опыт в сфере, зачем бы мне была нужна франшиза. То есть вы до этого не занимались никогда бьюти сферой? Нет, я в Украине занималась авиацией и инвестициями в недвижимость. Ух ты. Да, элит, какие я занималась. Ух ты. Ну да. И они поверили вам, что у вас получится? А вы и себе поверили? Вы знали на начальном этапе, что у меня точно все выйдет? Нет, конечно же, авантюра была. Ну как авантюра? Я же говорила о том, что это вообще была идея дочки. Она говорит, давай откроем Джабар. Ну давай откроем. Почему Джабар? Мне лично очень нравится этот бренд. Мне очень нравится философия этого бренда. То есть если бы я подходила с точки зрения поиска бизнеса, который будет там максимально выгодный в финансовом плане, ну наверное бы это была не бьюти сфера. Но я пошла от того, что мне очень нравится этот продукт, и мне было интересно им заняться. То есть я для себя там какие-то, конечно у нас была финансовая модель, да, но там заработать миллион первый год. У меня цели такой не было. Цель была взять вот ту красоту, этот magic и вырастить его на этом поле. В Польше, Варшаве. Да, Варшаве. История с той же Брежневой, как она стала, грубо говоря, амбассадором. Она клиент, который сам пришел в Джабар. Ее не пригласили как блогера по бартеру обслужиться. Джабар не работает на коммерческих условиях с блогером. Он ищет тех блогеров, которым нравится этот продукт, и которые потом приходят к нам, потому что им нравится качество услуг, им нравится атмосфера, и они становятся нашими добровольными амбассадорами. Как с этим в Польше? С польскими селебрити? Они очень специфические. Они очень специфические. Есть специфика в том, что многие выглядят как селебрити, у которых большое количество подписчиков, а там нулевой результат. Нам, ну, наверное, года два ушло на то, чтобы мы завоевали двери у местных селебрити, они стали к нам ходить. Мы сейчас очень дорожим, гордимся теми девочками местными, которые приходят к нам, которым Брежнева, Бородина, Сабина Мусина им это ни о чем не говорит, но им у нас нравится, они к нам приходят, они нас рекомендуют. И этим самым мы расширяем. Ну, конечно. А это основной канал про движение. Это же в телевизоре были. Были уже? Да. Мы вплели косички. Класс. Да. Как интересно. Еще города планируются у Джибара? Ну, уже запустился Краков, стартанул. Очень такие активные переговоры по гданьскую элозию. Ну, насколько я знаю, они подписаны. Это не вы? Нет. Это другие как бы предприниматели? Да. Были, были мысли идти в другие города, но дистанционно это не работает. Это нужно такого погружения в это. Я поняла, что я не хочу, лично я не хочу идти в другие города, потому что если что-то делать, то это нужно делать хорошо. Мы помогаем с открытием, то есть моя команда помогает с открытием. Вот помогали с Краковом. Если кто-то задумывается о франшизе, я всегда открыта, я всегда рассказываю, готова показать, как это работает. Вы не конкурируете с Краковом? Нет, конечно. Но мы наоборот, мы взращиваем этот бренд. То есть для вас это плюс? Конечно. Другие города? Конечно. Это узнаваемость бренда. Вот за период работы какие услуги менялись? Какие-то услуги может добавлялись еще? Ой, мы открывались, мы не стригли, мы не красили. В первом перечне услуг были только маяки и укладки. Мы добавили стрижки, мы добавили колоризацию, появилось ламинирование ресниц, ламинирование бровей. Классные услуги, которые делают хорошие выручки по залу мейка. А в новом, в третьем мы планируем фейсбар. Это массаж лица. Ну это такая пока маленький инсайт. Что-то новое. Да. Класс. Это новая услуга. Кто стоит на месте, тот откатывается назад. Поэтому нужно идти вперед и что-то добавлять все время. По косметике. Где вы берете косметику? Что за марки? Помогает ли с этим франшиза? Первую закупку я вообще все привезла с Украины. Это была такая моя ошибка, потому что я считала, что если я дешевле куплю в Украине, это лучше. А потом, когда оказалось, что есть такое понятие в ад, все поняли, что с Украины возить не стоит. Работаем с местными представительствами. Очень специфический рынок. Мало чем помогла материнская компания, потому что местные не совсем лояльные, сложно с ними работать, есть у них какие-то определенные требования, может быть, не совсем логичные. Они не очень щедрые. Обычно, если ставишь на полку какой-то товар, дается какой-то набор презентационный для того, чтобы мы могли рекламировать. С этим вообще в Польше очень плохо, они скупы. Есть, безусловно, лидеры продаж, Davinos у нас очень хорошо продается. Вот сейчас новые бренды пытаемся заводить. Столкнулись с тем, что вроде как это Davinos, он есть везде, его можно везде купить, и вроде как это не очень интересно. А с другой стороны, местные покупают то, что они знают. Пропихивать… Консервативная страна. Да. Какие-то новые бренды вводить очень сложно. Мы пробовали завести бренд для биоэстетик. Это хорошая премиальная косметика, но поняли, что не нужно садить на огород, который еще не вскопали. Вот туда ходить пока не надо. Местные хотят свое, понятно, годами. Да, понятно, и мастер рассказывает, помогает в подборе косметики. Это покупается. Для вас это направление? Для вас это интересный бизнес? Конечно, это дополнительный чек. У нас продажи с полки сейчас где-то 12% от объема услуг. Вы продаете их в салоне или еще как-то? Онлайн, может? Да, мы открыли онлайн-магазин G-Shop, развиваем его. Он пока в таком начальном состоянии. Я вижу большие перспективы в этом. G-Shop больше занимаются партнерами. Я к онлайн-продажам отношусь посредственно. Я наблюдаю. Я на этом фильме зритель. Тем не менее, онлайн-продажи у вас есть, у вас есть салоны. Вообще вести бизнес в Польше, насколько это сложно, не знаю, сложнее, чем в Украине, если у вас там и там есть опыт? Мне в Польше понятней. Есть правила игры. Ты эти правила можешь изучить до того, как ты ныряешь. И, собственно, тебе написали список правил и ты дальше с ним работаешь. В Украине много таких подводных течений, поэтому мне сложнее. Здесь мне комфортно. То есть можно вести бизнес? Нужно. Нужно. Конечно. Кто даже должен поднимать эту экономику? Хорошо. Ну и последний вопрос. Франшиза и стоит ли ее брать? Какой секрет вашего успеха и стоит ли обращаться за франшизой? В принципе. У меня не стоит вопрос, нужна была франшиза или не нужна была франшиза. У меня не было абсолютно опыта работы в этом бизнесе. И если я хотела им заниматься, мне, безусловно, нужна была франшиза. Гарантирует ли франшиза стопроцентный успех? Нет. Франшиза не гарантирует успех, потому что франшиза – это такой же бизнес. И ты получаешь в него столько, сколько ты в него вложишь. Успех франшизы – это прямая колеряция, сколько ты вложил. Сколько ты вложил, столько ты получил. Настолько ты вложил. Но за три года у вас очень положительный опыт. Я сейчас довольна. Хотя у меня был период, ну такой, я не сильно, скажем так, была довольна. Но благодаря тому, что у меня франшиза того продукта, который мне очень нравился лично, у нас как бы хватило задора и сил для того, чтобы пройти вот этот тяжелый период становление, ну и раскачать этот рынок. Я являюсь опосредованно вашим ценителем вашего салона и клиентом. Класс. Да, моя жена, мои дочки ходят и хотят к вам ходить. Класс. И моя дочка, когда ее спрашиваешь, что у тебя на дне рождения, она говорит, ну, мне бы какой-то подарок и мне бы пойти там… Класс. Да, какой-то локо в джибаре. И обязательно вот там. И даже мы купили сейчас такой столик с зеркалом, где такие лампочки, потому что похожи на джибар. А, класс. Как вы это делаете, я не знаю, но мы вас как бы любим вот просто так. Тут уже, уже что-то вы сделали для нашей семьи. Класс. Так что я вам желаю развития, я вам желаю, чтобы вся Польша знала про вас, чтобы в каждом, не знаю, шоу… У каждой девочки был свой джибар. Какого-то шоу, какие-то звезды, каких-то театр. Спасибо. Все говорили, я заехала в джибар и вот сейчас я перед вами. И это было, как вы говорите, не реклама, не оплачено, а это было настоящее. Все по-настоящему. Спасибо. Спасибо. Разбивайтесь. Ну, в планах третий, да. Я думаю, в ближайшее время мы сможем уже официально объявить о том, что… Что мы приглашаем вас в салон. А пока приходите к нам в инстаграм, у нас очень красивый профиль, просто для вдохновения. Пишите в директ, если хотите попасть к нам на услуги. Отлично. Спасибо. Спасибо за интернет. Спасибо. Спасибо.